Всем привет дорогие друзья, сегодня мы с вами поговорим про доги коин, обсудим текущую ситуацию касаемо криптовалютного рынка, я раскрою вам все карты и расскажу то, что в принципе я ожидаю в скором будущем, а также дорогие друзья поговорим про спекуляции касаемо данной монеты, потому что очень много вопросов задается касаемо спекуляции. И дорогие друзья, сегодня мы снова отработаем правильные сетапы и заработаем в очередной раз, а перед началом дорогие друзья поддерживайте данное видео лайком и подпиской на канал, если вы еще этого не сделали и мы будем сразу переходить к делу. Что касается спекуляции по доги дорогие друзья, тот кто спекулирует прекрасно понимает, что самое главное это предпосылки к последующему росту, то есть предрасположенность рынка к этому, именно поэтому время здесь имеет первостепенный фактор, чего нельзя сказать разумеется о холдовой части. Поэтому дорогие друзья, на данном этапе у нас открываются очередные возможности касаемо доги, по этим уровням работаем мы так же, как и работали в предыдущие разы, об этом есть куча видеороликов на моем канале, в каждом разумеется я рассказывал, что я делаю и в принципе где можно закрываться, а где разумеется набирать свою позицию. Все так же разумеется можно и применять, я предполагаю, что данные уровни еще валидны, поэтому так же можно набирать и постепенно потом на росте фиксировать свою прибыль, поэтому данные уровни вам на заметку, чем ниже идем, тем больше набираем и чем выше разумеется идем, тем больше фиксируем. Все максимально просто и понятно, и на этих уровнях можно зарабатывать. Самое главное постепенно набирать и постепенно фиксировать, разумеется опираясь на нижние уровни и верхние. Чем выше идем, разумеется тем больше фиксируем, чем ниже идем, тем больше набираем, но учитывайте, что фиксируем мы не ниже данного красного уровня. Сегодня мы также поговорим про холдовую часть и про долгосрочные цели, и все карты нам раскроет именно биткоин, потому что он поджимается к данной границе. Я полагал, что это все ложник, дорогие друзья, и об этом есть предыдущие видеоролики, но что будет дальше мы с вами узнаем уже в скором будущем. Гадать здесь не нужно, нужно понимать, что спекулировать мы можем всегда, нужно понимать, что в спекуляциях цена имеет второстепенный фактор, то есть мы не полагаемся именно на эту цену. В холдовой части наоборот очень важно, где вы покупали, потому что мы просто купили и ждем, вот и все. Фиксировать холдовую часть я буду только после того, как биткоин перепишет свой АТХ, не раньше. Что касается спекуляции, совершенно не важно, где будет цена, потому что нам не важно, где заходить, где у нас будет хорошее падение и предпосылка к росту, там я и зайду. И там я отспекулирую, зафиксирую часть прибыли, перелью, разумеется, в холдовую часть и все, дорогие друзья. На этом спекуляции у нас заканчиваются до следующего сетапа, поэтому совершенно не важно, где мы хорошо упадем. Самое главное, выбрать самую хорошую точку для входа, потому что в спекуляциях это очень важно. И именно этим мы с вами занимались неоднократно, поэтому всегда разделяйте свой депозит на спекулятивную часть и на холдовую, потому что без этого вы запутаетесь и, разумеется, скорее всего, потеряете свои средства, либо недозаработаете. Поэтому тот, кто не знает, в каких процентных соотношениях мы работаем, посмотрите предыдущие видеоролики. Их очень много, и в каждом я рассказываю что-то полезное, и в каком-то из них я тоже рассказывал, как мы начинаем свои спекуляции, как мы делим, разумеется, холд резервы и, соответственно, чего мы ожидаем за счет этого. Поэтому предыдущие видеоролики очень важны, и на это нужно обращать свое пристальное внимание, потому что в каждом я раскрываю что-то новое, и это все нужно усваивать, чтобы смотреть следующие видео, потому что это все как моя история. Я рассказываю, что я делаю прямо сейчас. Конечно, все мои видео на канале не являются финансовыми рекомендациями, это лишь мое мнение и мои, разумеется, поступки, которые я совершаю и благодаря которым мне удается зарабатывать. Сегодня мы поговорим про дойги и про долгосрочные цели касаемо данной монеты, потому что люди забывают, зачем они сюда пришли. Кто-то, разумеется, рассчитывает на халяву и думает, что он заработает очень быстро, но к этому тоже нужно готовиться, к быстрому росту нужно готовиться годами, всегда исторически было именно так. И касаемо доги тоже всегда все было именно так, поэтому в очередной раз это отработает таким же сценарием. После накопления мы видим сильный выстрел, и здесь у нас, в принципе, полноценная реаккумуляция, которую киты используют с целью накопления. И, разумеется, данную монету я буду фиксировать только после 10 иксов, то есть после 70 центов, дорогие друзья. Все, что я набирал здесь, я держу в долгую. Это не касается спекулятивной части, это касается долгосрочной холдовой части. Все я держу, и нормального роста я еще не видел. Если же мне предоставят отметки еще ниже, я буду незамедлительно приобретать данную монету, потому что я знаю, что потенциал у нее есть. Илон Маск будет пампить данную криптовалюту. Просто это вопрос времени, и я не удивлюсь, если вместо данной иконки будет иконка Доги Коина. Рано или поздно, дорогие друзья, это свершится, и Илон Маск всяческими манипуляциями запампит данную монету, потому что он является китом в данной криптовалюте. Все данное накопление он скупал, и он понимает, что он должен здесь разгружаться. Поэтому пампы будут в любом случае. Я точно знаю, что все только начинается. И на предстоящем бычьем рынке, разумеется, данная монета тоже покажет весь свой потенциал. После того, как биток покажет весь свой потенциал и установит новый АТХ, мы с вами увидим действительно то, чего ждем, и к чему мы готовимся. Альт сезона нормального еще не было. Именно поэтому я жду, разумеется, рост по альте. И альту обильно буду покупать на данном этапе. Я жду падения по битку и буду набирать правильную альту, дорогие друзья. Если вы имеете желание купить вместе со мной, то приглашаю к себе на обучение. Приглашаю на курсы секрет рынка, элитный инвестор и практик. Вы получаете три закрытых курса, вы полностью обучаетесь и попадаете к нам в команду, где мы набираем и продаем крипту вместе, где вы всегда получите от меня полную поддержку. Поэтому, кому интересно, вход оплачивается всего лишь один раз. И прямо сейчас действует скидка. Тот, кто зайдет прямо сейчас, зайдет дешевле, чем остальные. Дорогие друзья, возможности у нас будут, но их нужно будет использовать своевременно, чтобы, разумеется, потом заработать. Готовьтесь всегда заранее, покупая на страхе и тогда, когда это никому не нужно. Всегда исторически это были самые лучшие отметки для приобретения. Касаемо Доги, в принципе, такой же сценарий. Здесь никто не хотел покупать данную монету, но Илон Маск накапливал и теперь пампит данную криптовалюту. Я полагаю, что рост еще не закончился, и он, в принципе, будет по второму кругу. Самое главное, это дождаться бычьего рынка и постепенно накапливать до начала отработки потенциала. В Доги я верю, я знаю, что Илон Маск просто так это все не оставит, и рано или поздно мы увидим действительно сильный памп, потому что предпосылки этому есть. И фундаментал данного проекта это как раз таки Илон Маск. Что касается лонгов и шартов, люди прямо сейчас у нас лонгуют. Именно поэтому мы падаем на данном этапе. Мы их выбриваем и будем выбривать до последнего лонгиста. Я знаю, что я докуплюсь, и я знаю, что я заработаю за счет этого. Поэтому и вы, если имеете желание зарабатывать, не упускайте данные возможности. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Ставьте лайк, если не поставили. Желаю всем удачи, всего хорошего. И всем пока, друзья.